Так, первая прогулка Бонни. Всё, выходите! О! Как-то она не особо рада. Бонни! Бонни! Тихо, не тяни её. Бонни, смотри, сколько здесь всего интересного. Ой, ой, ой. Всем большой привет! Спасибо, что заглянули в гости. Начать свой новый влог я хочу с таких умилительных кадров. Это первая прогулка Бонни. Прошла неделя после карантина. И нам разрешили выводить её на улицу. Честно, это событие ждала вся наша семья. Да, потому что чем больше собака тратит энергии на улице, тем меньше она беда курит дома. Правда, у нас это правило пока не срабатывает. В целом, хочу сказать, что в начале прогулки щенку было очень страшно. Она пожала свой хвостик. С любопытством и осторожностью оглядывалась вокруг. Но девчонка у нас смелая, поэтому спустя время она с удовольствием исследовала окружающий мир. Бонни! Бонни! Ну, конечно. Бонни! Бонни! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, девочка! Ко мне, ко мне, ко мне, маленькая! Ко мне! Ко мне, ко мне, моя хорошая! Сейчас мы стараемся выработать режим прогулок. Выводим ее 4-5 раз в день. Для того, чтобы собака привыкла делать свои дела на улице, продолжительность прогулок примерно 15 минут. Потом она уже просится домой. Вообще, она любит гулять в основном только возле нашего забора или на участке. Но я надеюсь, что со временем она это прерастет. Бонни! Бонни! сейчас едем в новые ватутинки у меня видите за моей спиной уже куча вещей какие-то вещи уже перевозим потихонечку технику основном все же перевезли осталось только стиральная машина ну и такой что по мелочам почему сегодня скорее всего придется переночевать в новой квартире потому что сегодня нам должны привести матрас и кровать который мы заказывали в коф и завтра должен приехать сборщик забрать эту кровать приехать там у них запись 9 там то скольки то и естественно что самого утра ехать туда как бы нет никакого смысла поэтому скорее всего что переночил тем более что матрас уже будет осталось только дождаться кровать так пока едем хочу вам рассказать будут с Игнатом буквально за один день посмотрели сериал ход королевы если вы не смотрели дать нас советую посмотреть мне прям безумно понравился хотя я думала что мне не понравится потому что я далека от темы шахмат но на самом деле там шахмат это одна из сквозных таких линий на самом деле смотреть сериал гораздо глубже то он становится намного интереснее поэтому посмотрите ни пожить и времени там всего 7 серии в принципе вот такое логическое завершение поэтому ну посмотрите хотя бы первую серию если на цепи то а я думаю что скорее всего на цепи то продолжите смотреть дальше так какие у нас планы на сегодня также мы планируем сегодня купить плитку для кухни я говорила о том что у нас на кухне ламинат но мы хотим поменять на плитку сейчас приедем хотим взять кусочек ламината ототрать вместе с ним поехать в магазин скорее всего пойдем скорее всего пойдем в обе потому что в обе нам дали скидку то ли 5 то ли 10 процентов там как-то запутано написано по-моему все таки 10 процентов вот хотим взять ламинат и купить плитку максимально приближенную по цвету примерно 100 рублей 600 мы ориентируемся не знаю мне кажется что в обе что у юра мерлен в принципе ценник одинаковый единственное что у юра мерлен у нас нет скидки вот а в обе есть поэтому мы едем туда в общем снимаю вам этот процесс и расскажу какую высокий плитку мы все взяли взяли мы кусочек ламината нам ребята скидывали в группе то ли в telegram то ли в отца большое спасибо соседи что этот оттенек оттенок называется дуб ностальгия ведь это такие царапки вроде как ностальгия он такой знаете я бы не сказала что он прям темный но он и не светлый такого среднего красивого оттенка и вот будет будем что-то смотреть из этого будем выбирать керамогранит и говорила что плитку ну вы сами поняли да что плитка керамогранит чем поехали столько строительных разных материалов вообще просто рай мне кажется и он даже больше чем юра мерлен куда мы обычно ездим так ламинат мы нашли сейчас ищем вот керамогранит ну что-то пока безрезультатно громишь такой выбор всего 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 да нам же затирку еще нужно будет взять смесь затирочная причем 309 рублей и 670 9 рублей 10 килограмм дошли до керамогранита нет не особо подходит но я хотела под дерево шар вот что-то типа такого максимально по моему похож на наш но немножечко потемнее такая уже прям плитка плитка мне хочется под дерево именно он он похож ой вообще от лучше вообще очень похож то у нас кто-то нас ясмин до 609 рублей принципе как мы планировали еще раз приложить идеально все вы отличите ну так чуть-чуть за ними более теплый так более холодный и так же камеру кажется мы такой вот еще есть у коричневый 49 не тут еще раз приложить на на нет меня ну вот прям он выделяется нет тот надо брать ну ну да он темненький темно-бежевый кстати как оборудовую белая 20 дали номеру и позвонит давайте вам еще заодно ламинат снимаю 33 класс 509 рублей за квадратный метр вот такой вот прям дерево-дерево 599 рублей теплого оттенка 33 класс 599 рублей такой вот темный у меня кстати прошла квартире был такой темный ламинат ну типа такого цвета я с ним намучилась на нем остаются пыли отпечатки короче приходилось каждый день мыть полу 699 рублей за квадратный метр он конечно смотрится эффектно но непрактично так вот эти вот мои любимые цвета кстати вот такого меня как у нас похож кроме старых дуб барбекан вот этот красивый 1299 рублей тоже 33 класс 12 миллиметров ну тоже темный тут вот уже светлая те 33 класс 1299 рублей за квадратный метр тут тоже похожий такой оттенок еще 49 49 вот тут видите тут поменьше толщина 8 миллиметров такой вот серых холодная цена до 30 ребят мы из гоби и хочу рассказать о том что мы купили ну во первых мы купили керамогранит взяли деснин коричневая 15 упаковок стоимость одного квадратного метра у нас 609 рублей далее взяли клея плитки к нам флизелин плюс взяли две упаковки по 25 килограмм также мы взяли затирку цементную литокол две штуки каждая стоило 1299 рублей 2 килограмма получается значит мы взяли также 200 штук крестиков зажимов для плитки и 200 штук крестиков клинек для плитки ну и мы заказали доставку но кстати благодаря тому что нам дали купону по воду у нас получилось очень выгодно во первых мы сейчас могли выбрать либо бесплатную доставку либо скидку 10 процентов за как цена получалась примерно одинаковое выгодно то мы заказали бесплатную доставку а она на меточку полторы тысячи стоит а также нам дали карточку со спиской 5 процентов которые мы воспользовались и нам еще подарили вот такой вот набор новоселок мелочь но приятно давайте я вам покажу что сюда входит во первых сюда входит вот такой вот строительный нож а также здесь макулатура такие вот тряпочки ой такие вот перчатки так раз два три пять пар также туда пошел такой вот нет на пять метров классный такой так два скотча два полярных скотча так это нашел и также у нас вошли вот такие вот мешки не знаю какой здесь штук вот у меня мусора пока маленькой комнате у нас образовался такой склад потихоньку перевозим вещи от родителей что-то я вам прошлом видео про него рассказывала это горение модели я писала прошлый раз вот так вот он выглядит его размеры 2 метра не очень широкий достаточно такой узкий но в нем большую большая вместимость так вот он выглядит изнутри и самое главное что здесь есть вот это вот зона не нужна была фреш зона мне нужно было вот этот вот отдел он регулируется то есть помощью такого вот датчика можно запустить можно не запускать воздух и датчик конверт стоит еще вон там дальнем ящичке здесь я так понимаю можно хранить в зависимости от того где у вас стоит этот значок овощи и молочку мясо и здесь у нас хранятся овощи нарисованные овощи в чем прикол вот этих вот отсека в том что например если вы хотите приготовить мясо но только его купили на не хотите замораживать вполне можете его сохранять здесь он будет дольше оставаться свежим а также у нас здесь раз четыре полочки но здесь видите уровне стоят то есть можно поставить их повыше также есть такая вот полочка для бутылок на самом деле здесь можно хранить не только бутылки например вина но также мы здесь вот храним бутылки молока и вот так вот выглядят боковые полочки я не знаю что это за штучка девчонки если вы знаете скажите пожалуйста не знаю оторвать или оставить потому что я раньше такого холодильниках не видела и не знаю для чего она предназначена также в комплекте шоу формочка для льда и для яиц у нас вот такой вот платочек и давайте вам покажу морозильную камеру она на 98 литров фризбокс спать бокс и еще фризбокс я не знаю спать бокс и фризбокс чем они друг от друга отличается такой вот отсек морозилка по моему на 98 литров если я не ошибаюсь в принципе это не очень много но ящики достаточно глубокие поэтому в принципе думаю что мне хватит еще хочу отметить про этот холодильник что во первых здесь европейская сборка по моему сборка то ли словакия то ли сербия но фирма точно сербия а вот сборку надо посмотреть на точно европейской то есть это никакой не китай я еще хочу отметить что он практически бесшумный то есть у него по моему уровень шума 36 децибел для сравнения холодильника hire у них там от 50 и выше там 56 58 может быть но большинстве моделей вот данный на ценового данного ценового диапазона мы свой холодильник купили за 42 тысячи это со скидкой сейчас он уже если посмотреть магазинах днс и им видео стоит 49 тысяч так давайте я замолчу и мы с вами послушаем как он работает но то есть практически бесшумно не знаю слышно вам на камере или нет я только если приложу приложу ухо то чуть-чуть чуть-чуть такой какой-то шум и и идет но это хорошо значит что холодильник работает так также мы здесь можем выставлять температуры здесь не сенсорное управление именно кнопочки и на самом деле безумно люблю когда вот такие вот мягкие кнопки потому что ну мне с ними проще чем например сенсорными вот так что холодильниками принципе довольно цвет такой серый матовый серебристый матовый должен отлично гармонировать с нашим стальной техникой в общем мы когда получали квартиру нам дали всего один терморегулятор нас очень три комнаты три батареи на нам дали всего один терморегулятор да у нас на цель зубы вам мерлен и докупил они все та же фирма что он застрочек давал да а что за фирма гнат в общем они 500 рублей стоят он купил еще два и вот он их прикрутил вот так вот называются вдруг кто-то планирует покупать в общем получается 3 терморегулятора и когда мы принимали квартиру нас такой прикол что у нас если вы помните при приемке квартиры потекла батарея нам этом зажали приезжай на что там сделали на короче у нас батареи которая в нашей комнате в спальне не работает мы оставили не заявку управляющих компаний новый сервис надеюсь они эту проблему устранят а так принципе тепло есть батареи возможно мультиплеер вот этот нужно открутить шестигранником и все и пойдет горячая водичка с подачи на ребят они что я закрыли что ли перекрутили да да нам с тобой прокладку изменяли вот здесь прикрыли на заново не потечет ничего не потечет ничего надеюсь рассказывайте какие у вас косяки были в ваших новых квартирах маска дальше не пойдет ну-ка вот до конца и до конца и должны включить и плода она продолжит подниматься вверх на радиатор это перекрытие то не знал вот все горячая вода пошла уже теплая стала все все пошло да все работаете как быстро починили теперь можно регулировать полноценно прогреть вот зачем все наконец нам привезли нашу кровать наш матрас обещали привести 16 20 в итоге опоздали на три часа мы уже начали переживать вот такой вот у нас матрас называется как на то называется сердце 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 green line angel в общем можете посмотреть на сайте нам понравилось как мы себя комфортно на нем ощущаем это не дешевый матрас к сразу скажу мы за него заплатили около 40 тысяч вот но здоровый сон это успех и хорошего настроения и здоровья и привезли нам кровать кровать в два раза дешевле ну тут вы ничего не увидите здесь одни коробки стоимость кровати был в два раза дешевле чем матрас 22 тысячи показывать вам кровать конкретно я не буду скажу что модель называется costa завтра должен прийти сборщик собрать эту кровать просто ну кровать это настолько лично что как бы но мне не хочется показывать это место и но я надеюсь что вы меня поймете в общем что нам понравилось что эта кровать она с подъемным механизмом здесь укреплены ламели и у нее получается что она без ножек у нее дно достает в поло и значит и ламели не обломается под тяжестью коробок ну что вы там будете складывать под кроватью в общем вот так вот завтра сборщик приедет нам все соберет ну будем уже спать так еще мы поехали за день купили себе две подушки и одеяло одеяло подушка лебяжий пух все одной фирмы производства у нас тут к области сногорский район город ясногорск одеяло взяли 175 на 210 подушки 70 на 70 сразу скажу что это синтетический материал но чем он хорош тем что во-первых он гипер гипоаллергены во вторых легко стирать что одеяло что подушки и в третьих ну цена конечно одеяло стоило 2 200 подушки по 650 рублей так что если например они собьются то не жалко будет их чем-то заменить другим изделие из лебяжьего пуха отличается необыкновенной легкостью и мягкостью сравнимая с натуральным пухом при этом они долговечны и не аллергенны в общем будем пользоваться потом в процессе уже вам расскажу понравилась мне эта фирма или нет покупали мы в чеховском небольшом магазинчике поэтому какие артикулы оставлять не буду но возможно на васильке и что-то подобное или в других текстильных магазинах когда мы выбирали свою кровать в хову мама попросила поснимать и диваны и ценники на них я решила сделать такую небольшую нарезку вдруг кто-то тоже в поисках хорошего дивана и хочет прицениться сразу скажу в ролике будет в основном угловые диваны потому что они интересовали нас в первую очередь в первую очередь Продолжение следует... 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 О-на-на-на, о-на-на-на, darling I need you alone